Ах, шутка, мы снова идем. Проведи на нем бенчмарки. Проведи бенчмарки. Поэтому мы делаем вот так. Мы ставим сюда 3DMark. Быстро загружается, все великолепно. Предлагали еще подразогнать все это дело, но что-то с этим, не знаю, я не хочу особо мучиться. А вот бенчмарк я проведу. Так, отлично. Давайте брать задание, наверное, на сегодня. Что такое августейшая особа? Она рождалась весь август, она, не знаю, забронировала август для себя. А, будучи королевой и августейшей особой, мы с благоговением и большим интересом относимся к увлечениям наших подданных. Не далее, чем на Медне нам сообщили, что массовый характер приобретает развлечение, называемое компьютерные игры. И мы считаем своим долгом к нему приобщиться. Мы предлагаем, мы полагаем, вернее, что для этого нам понадобится топовая ПК. Мы просим вас собрать компьютер достойный особой королевских кровей в обмен на звание официального поставщика двора. А можно мне хотя бы, ну, в августейшей особой я буду, не знаю, там, апрельская особа, майская особа, январская особа, какая угодно особа. Дайте мне месяц, желательно весенний, я в апреле родился, мне будет вообще по кайфу. Мы будем удовлетворены, если производительность окажется не ниже 7000. Кроме того, мы желаем увидеть благородную фиолетовую подсветку Ее Королевское Величество. А что-то Королевское Величество ни хрена не хочет платить нормально 200 долларов за работу, там все платят по 400-500 уже. Бюджет 3000. Так, NZXT Hyper Beast. Они прямо написали, что хотят, а так, кстати, удобно. Так, Hyper Beast. Это есть. Или что-то лучше. Hyper Beast будет. Так, Hyper Beast 1080. Или что-то лучше. У меня есть TI. Хочешь TI? Разница на самом деле 150 долларов, я бы уже TI поставил. Наверное. Так. Цена. Ну, это вообще бред брать. Кибилейк. Asus Crosshair. Вот не знаю. Давайте я на Gigabyte соберу, хоть я и не фанат, но уже взяли себе видюшечку от Gigabyte. Так. Все остальное тоже возьмем от Gigabyte. Значит, значит, значит. Ну, там, типа, все дела. Давайте вот так. За 63. Должна влезть вроде как туда. У нас Кибилейк. У нас Кибилейк. Ой, Кибилейк. Ну, у нас Коффи Лейк вот в 9700K. Планки памяти. Планки памяти возьмем 4 по 8. И будет все красиво. Я предлагаю в густейшие особи вот золотые планки памяти просто поставить. И чтобы не было страданий никаких. Так, тут это и есть. Блок питания. Да, вообще любой практически, который нормальный. Вот. Silverstone 850 ватт. Отличный. А и все. Правильно? Да. Все абсолютно правильно. Так. Молодой А. Собака молодой. Шахан. Illustrated.info. Сможете собрать компьютер? Привки. Вы вроде как хороший мастер. Мне нужна производительность хотя бы в 4575. Сможете организовать? Поскорее, пожалуйста. Самое позднее. 24.05.18. Число через 2 дня. Хочу заняться оверклокингом. Поставьте мне IO-водянку. В интернете пишут, что MSI самый топ. И не надо мне БУ подсовывать. Хочу все идеально новое. Алистер. Давай, Алистер. Кстати. Алистер, слышишь, что у нас есть? У нас тут что-то есть, Алистер. Ой, у нас что-то есть. У нас Coffee Lake есть. Кстати. Алистер. Блин, товарищ Алистер, слышишь? А-а-а. А-а-а. MSI MPG Sekiro. Алистер. Алистер. Тут как? 5.144. Ой, стоимость перепродажи косарь стала. Косарь 87. А было 600. Так, выставляем на ПКБ. 5-5 дней ждет. Если я его вот сюда перенесу, он тут будет... Да, он отлично. Он вот здесь будет с ПКБ, короче, тусить. Плохо видно, правда, цену. Ладно. Пойдет. Так, МАЖ сюда. МАЖ сюда. Хорошо. MSI хочет. Давай MSI. А-а-а. Так. У меня есть материнская плата. Давай тоже вот такое. 9700K. Пожалуй, вот такое MSI на кофе лейке есть. Есть. Вот. Отлично. А, погоди. Нет, ни хрена. У меня для тебя есть это самое. Короче. Вот так берем. У меня есть для тебя уже MSI, есть материнская плата. ISROC. Планки памяти 2 по 8 сейчас тебе поставлю. И будет красиво. Вот тебе 2 HyperX. Система охлаждения. Ты хотел систему жидкостного охлаждения. Ой, Antec Neptune какая-то прикольная. Блин, давайте Antec Neptune ему поставим. Слушайте, прикольная такая. По-моему, раньше ее не было. Ну, раньше я имею в виду очень давно раньше. Когда я еще первый раз проходил эту игру. Года так 2 назад. MSI, 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 MSI. Да, ну маг-вампирик возьмем. И, в принципе, хорошо будет. Так, 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 так. Ну, и, в принципе, все. Вот раз, Мелани, собака, Мелани, автодилер.gov.uk сможете собрать ПК. Вы же чините компы. Да, вы не могли бы собрать мне компьютер. Хочу поиграть уже в Battlefield 1. Получится все сделать к 31.05.18. Тому числу через 9 дней вы же вроде можете буду запчасть поставить. Вот они, вздумайте. В интернете пишут, что AMD самый топ. Искренне Мелани. Можно поиграть в Battlefield 1. Минимальные системные требования. Кстати. Помните, я в прошлом эпизоде купил много всякого говна, которое я не знаю, куда использовать? Типа, сомнительные вот эти ДФЛ-мотиваторы. Я знаю, куда их использовать. Я придумал все. Все придумано. Все придумано. Значит, для этого товарища мы все-таки возьмем MSI-ку. Или что-то на кофе-лейке. Кофе-лейк, кофе-лейк, кофе-лейк. А, я там и взял Аворус. Погоди. Вот, есть MSI-S, ATX. Ой, запутался я уже в этих кофе-лейках дурецких. Давай вот так. А вот что мы сделаем еще с вами, дамы и господа. У нас есть много разных всяких корпусов, которые нам нужно куда-то установить. Что-то с ними сделать. А делать мы с ним будем вот что. Мы все эти детали, которые я тогда приобрел, успешно сюда поставим. И будет нам счастье. 470, 470. А у вас еще Crossfire нет? Что за бред? Хотя, учитывая, что он не разрешил поставить, все, тогда есть он. По такой логике. Система охлаждения поставлю тебе какую-то... Вот такую. Так, отлично. Планка памяти, планка памяти. Это оставлю куда-то, засуну ее, а сюда давай гигабайт. Окей, хранение данных. Куда хранить данные будем? Так, и все? А и все? Давай красные, раз тут уже так. Окей, окей, окей. Ну, типа, даже неплохо. А что это за дырень здесь такая сзади? Это для кулера? Ага. Ага. Как хитрото. Ну, окей, поехали. Так, и сюда мы тоже, естественно, поставим 3DMark, потому что мы же это все дело будем продавать. Нам нужно, чтобы денежек было побольше. 612 долларов. Что-то как-то сомнительно. Мне кажется, я больше потратил. По-моему, я потратил 750 только на детали. А тут мне пишут 615, еще я тут добавил корпус и все дела. Так, проходи 3DMark, поехали дальше. Battlefield 1 минимальный системный требование 4250. Это просто собирается максимальная система из всего, что есть. Но он хочет AMD, поэтому это 2700X. Система охлаждения. У меня там есть. У меня там есть. Вот, Crosshair. Планки памяти. Давай, вот, две такие. Видеокарточка. Зюэтек. Не, не все, не только же гигабайт брать. Блок питания. Так, корпус тоже есть. Массайшный. Окей. Маленький альпака. Собака М. Рейнджер. Бакалейный. Новый пока очень. Надо, плиц. Всем новый пока нужно слушать. Здравствуйте. Я бы хотел новый компьютер. Сможете запустить Hateful Boyfriend A School of Hope and White Wings. Как думаете, получится все сделать 23.05.18 число? То есть, завтра люблю, чтобы все прям блестело, чтобы прям новехонько. А можете что-нибудь про Сиагейт сказать? У них вроде хорошие комплектующие. Да, наверное. Так. Hateful Hateful Boyfriend. Минимальные. Минимальные у нас. Погоди, он пробул. А, нет, он сказал пробул. Так, ну давай, короче, смотрим. Планка памяти. Вот я как раз Defeel мотиватор использую еще одну. Окей. Окей, окей, окей. Окей, 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 окей. Систему охлаждения все-таки для того товарища возьмем ничего себе корсар. Давай Erasion так такой. Планки памяти. Планки памяти материнские платы кофе лейк. Какой самый дешевый там кофе лейк есть? Colorful, ни хрена себе. Так, B360 Z390. Z390. 9600K. Видеокарты. Да, я думаю, нам типа 1070 хватит. Засунем тебя ZOTOC. Блок питания. Ну, допустим, вот такой корпус. корпус и корпус будет Deepcool Earl Case и Seagate хранение данных. Seagate 2 терабайта и давай тебе гигабайт на 1 терабайт. 8480. Ни хрена себе. Сколько, сколько? 6200. Какая перепродажа теперь? 1200. Нормально. Короче, бабоньки делаем. Так. Вот так. Отлично. Очень много всего. Доставка на следующий день у нас минус 289 долларов. Что-то будем сейчас решать. Что-то будем сейчас решать, дамы и господа. И вообще новость есть одна у нас с вами. Важная. Важная. Интересная даже. Так. Так, хорошо. Дипкул. Дипкул это последний. Это маленький альпака. Это дипкул. Мы сами маг-вампирик. Сюда. Сюда. Какой? Давайте начнем с королевской особы. Новость у нас одна. Важная. Интересная. Помните ли вы? Помните ли вы? Может быть, если вы следите за миром гейминга, компьютеров и прочего такого? Значит, были конфликты определенные у Epic Games и Apple. Значит, Epic Games быканул на Apple, что, типа, Apple, ну, примерно, примерно так они сказали. вы мудаки, вы не даете нормально развиваться короче никому, вы мешаете, там, у вас грязные инсинуации постоянно, короче, в вашем магазине нельзя продавать свои приложения за бесценок, ну, и что-то, типа, того постоянно шло. Так, интересно, если поставлю Z370, сюда девятое поколение влезет? Просто по приколу. да, влезет. А, ну, тогда так. В общем, и были суды, потому что Epic Games там бойкотировали, обходили систему оплаты Apple. Apple это, естественно, не нравилось. Логично, понять можно, бабки теряют компания. Ну, как бы, никому не нравится, когда кто-то теряет бабки. Правильно? Правильно. Вот. Были суды у этих двух компаний, и сейчас уже вынесено решение. Я помню эту ситуацию, и самое забавное, что это две фирмы, которые, которым я, в принципе, довольно плохо отношусь, поэтому сложно было выбрать сторону. С одной стороны, с одной стороны Apple, которые делают свой продукт, и могут делать с ним все, что хотят. Типа, вас никто не заставляет в нем публиковаться, не нравится, пиздуете на другие площадки, и мозг это самое не канифольцы. Правильно? Правильно. Но, с другой стороны, но, с другой стороны, я бы не сказал, что система Apple настолько охреневше классная, настолько популярная, чтобы они такие дикие условия стали для разработчиков в своем магазине приложений. Так, фиолетовое там все хотели. Давай фиолетовое мы тебе сделаем вот так. Секунду, сейчас я тут дособираю все. Так. Осталось 287, нормально. Верхняя панелька. нам нужна подсветка и 3DMark. Правильно? 7000 3DMark 255 0,255. Давай. Перезагружай. Короче, значит, завершился уже суд Epic против Apple. последнюю собственно Apple обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях, что в принципе довольно невиданно для Apple. Но им придется скорее всего это сделать, применить. И вот так. Опа. Не, ну королевская, королевская сборка, как бы вообще не доебешься. Этот, что хотел, этот MSI хотел, все, я вспомнил. Значит, окружной прокурор Иван Гонсалес Роджерс, если вдруг кому интересно эта инфа, издала постоянный судебный запрет по делу Epic против Apple в пятницу утром, фактически положив конец долгим месяцам ожесточенной судебной тяжбы и нанеся серьезный удар по модели Apple App Store. Если вкратце, теперь Apple не может запрещать размещать ссылки на сторонние платежные системы в приложениях. В постановлении указано В постановлении указано Сейчас я засуну сюда 9700K и продолжу. В постановлении указано, что компания Apple нельзя запрещать разработчикам включать свои приложения и их метаданные, кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки в дополнение к покупкам непосредственно в приложениях. Так Дальше Дальше В то же время суд подтвердил, что Epic Games нарушила соглашение с Apple Это да Когда внедрила альтернативную платежную систему в Fortnite В результате Epic должна выплачивать Apple 30% всей выручки полученной через систему с момента ее внедрения что составляет более 3,5 миллионов долларов Короче, на самом деле попали под раздачу все Самое забавное в этой ситуации было наблюдать как и одни и другие пытаются кому-то что-то доказать Но здесь многие стали на сторону Epic Games потому что вот они же там типа борются за нас за геймеров за разработчиков чтобы разработчики платили меньше По большей мере они такие же жадные пидорасы которые просто хотят получать как бы платить меньше отступных Я не хочу сказать что это плохо но они-то ну как бы подавали это все под соусом борьбы за какие-то там идеалы а по факту просто хотели сэкономить и ну опять же с точки зрения компании это правильно но у вас есть договоренности определенные которые наверное нарушать не стоит есть подписанный контракт не нравится площадка App Store ну и валите блин не знаю на все другие но нет они же хотят и на App Store публиковаться и при этом как бы и рыбку съесть и нахуй сесть как говорится так не работает так не работает поэтому все-таки по большей мере ну в той ситуации я считаю Apple были правы они не правы в своей политике по отношению к разработчикам но раз уже вы пришли к ним айо водянка здесь конечно же что я сделал раз вы уже к ним пришли раз вы договорились на этих условиях нужно их соблюдать контракт прошел мы потом могли бы кабениваться и так далее и так далее ой антек какой сейчас посмотрим сейчас посмотрим на антек дамы и господа антек все я все поставил все поставил так это сюда и тогда начались же сразу в смысле не хватает запчастей куда не хватает запчастей а не хватает запчастей конечно хранение данных дурачок ну да ну да вот так другое дело тогда же начались сразу что там майкрософт вроде поддерживает epic games кто-то там ну по большей мере все накидывались на apple в той ситуации я опять же подчеркиваю вот абсолютно одинаково не люблю обе эти компании но вот если честно эпиков я люблю еще меньше потому что apple просто наглые но они хоть что-то делают они хоть делают какой-то продукт эпики я не знаю очередной беспонтовый магазин игр который которых и так много та же история что они пытались в начале придумали себе эту иллюзию типа вот мы сделаем площадку где будет дешевле чем в стиме там разработчики будут платить меньше комиссию означает что часть денег будет экономить разработчики игр часть денег будет ну получается дешевле стоить игра по факту нихрена дешевле они не стоят нихрена шеньки поэтому эти разговоры о великом команды эпигейм заканчиваются каким-то говном к сожалению так waters melanie waters у тебя что там было а у тебя battlefield 1 у тебя тупо жир у тебя тупо жир пк я вспомнил тут можно просто не смотреть все самое дорогое к тебе идет блоки питания тут киловаттник сюда ты хотел айм ты хотел амд да он хотел амд и короче к чему это я на самом деле я не удивлюсь если по большей мере компании по итогу окажутся даже в плюсе и та и другая да они сейчас там кто-то кому-то что-то разрешит кто-то кому-то что-то там должен будет выплатить но каждый раз когда всплывала эта новость начинались гигантские холивары сторонников одних противников других очень много известных деятелей начинали тоже свои мнения высказывать вставать на сторону вставать на сторону тех или иных компаний и блин ну я это вижу как очень классную взаимовыгодную пиар-акцию да возможно это сейчас звучит цинично но им это выгодно это лишние упоминания это лишний способ обратить на себя внимание и иногда именно даже в такие судебные разбирательства даже бюджеты закладываются чтобы только потом кто-то лишний раз о тебе написал вспомнил сказал я сейчас не говорю о том что там я про это в ролике говорю я не особо как бы я неизвестный я неизвестный человек но год назад когда все это начиналось это из каждого не знаю с каждого техноканала в которой хоть как-то новости освещает все это все это короче вещало так все я установил все я установил поехали такая маленькая это зоток 1080 тебе интересно хватает охлаждения ну в принципе наверное да раздел они же проверяют наверное свои продукты да гигабайт вы же проверяете свои продукты прежде чем сдать или нет я не удивлюсь если нет 736 великолепно в общем напишите пожалуйста на чьей стороне вы были в этом конфликте если вы были в курсе него если вы не в курсе него то то как бы то как бы вы узнали ну и ну и ладно не знали не знали ничего страшного а чья позиция вам ближе позиция эпиков которые вроде как заблагое дело и хотят чтобы разработчики могли в обход Apple получать деньги с каких-то донатов внутренних транзакций через App Store или или вы считаете что если они пришли на эту площадку и через нее работают с конечным потребителем то они все-таки должны играть по правилам которые были установлены первоначально я скажу честно я за ну типа в этой ситуации я считаю что Apple права а суд видите решил немножко иначе ну как бы там им виднее они там начинают эти истории типа что-то где-то монополия не монополия что такое маленький альпака альпака а что тебе не нравится а ты хотел я помню все ты хотел вот сяги барракуду я все я все помню про тебя альпака не обессудь все хорошо вот это меня бесит начинается танцы с бубнами вытащи видеокарту чтобы установить и создать что это за бред я же вы не в М2 разъем ставлю ужас так красиво давай возьмем белые проводочки наверное какие-то или серые вот серые класс прям вообще огнище прям вообще красиво все все так так короче напишите в комментариях дамы и господа ваше мнение если оно у вас есть на этот счет будет приятно почитать мы продолжаем так королевское высочество получает свой компьютер и дает нам оценку 5 звезд это великолепно молодой а молодой алистер 5 звезд намного лучше чем покупать в магазине конечно хорошая сборка хорошая комплектующая недорого так банк мегакор ну я уже обратно вернулся поэтому не обессудь раббернейтер 445 собака ала профа точка нет пожалуйста помоги компьютер забрал только что попробовал включить а он начал блин он начал кричать безостановочно визжать и снова запахло горелыми во рту был какой-то металлический привкус монитор сначала ничего не показывал а потом сверху начали проявляться красные подтеки молчал а подтеки остались пошло оно пошло оно все вынесу его во двор и сожгу нафиг извини за то что проблем добавил удача мне что удача мне что ли роб наверное так блин удачи я роб я бы тебе написал удачи там но нельзя новые компьютерные комплектующие 1080i от asus rockstrix отлично colorful всякие разные варианты периферии патриот вайпер rgb это у нас это у нас оперативная память msa 1080i asrocky daily deals нам напоминает о себе что у нас по daily deals 209 долларов 1080i продано я даже не смотрю на то что это avg я даже на это не смотрю 200 баксов с 1080i вы что пошутили вы что пошутили article pine за 3 доллара тоже можно взять дамы и господа ой долго что-то как-то все это собирал прям очень долго давайте мы наверное вот это все и оставим на следующий эпизод потому что сейчас я это прочитаю сейчас я это все закажу и это добавится где-то плюс 10 минут и потом я все равно закончу эпизод и начну следующий с того что опять начну это читать короче никакой оптимизации времени и процессов будем заканчивать я благодарю вас за то что вы посмотрели эту серию подписывайтесь на канал подписывайтесь также на телеграм канал и группу вконтакте ссылки на которые вы найдете в описании под роликом ставьте лайки комментируйте и увидимся в следующем эпизоде прохождения пока билдинг симулятор и в других играх всех обнял и в следующем